Спустя много-много часов... Ладно, тогда я беру баунча Ушакиса, иду заваривать кофе. Это приблизительно бог. Спустив множество нервных клеток в унитаз, обматерив каждого второго соперника, я смог. Привет, Страж, с тобой снова Джонни Лейни и канал Трипл Вайп. И сегодня мы поговорим о револьвере Лунный Вой. Сразу поясню. Видос этот не о том, насколько хороша Луна или насколько плоха, мы даже перки называть не будем. Это такой эмоциональный обзор, впечатление. Так, мой любимый, дорогой и уважаемый адекватный зритель, прости меня, но я вынужден уделить минуточку для наших недалеких собратьев. Я и правда долго выбивал Луну, по меркам, которые зачем-то выдумали мамкины нагибаторы из ППП. Но для меня это было принципиально, сделать это честно и самостоятельно. Кхм, блин, а можно их сделать хотя бы потише? Спасибо. Так вот, сделать самостоятельно. Я сделал, я крутой, мне норм. Можешь думать иначе, мне насрать. Комменты с негативом и оскорблениями я тру. Не потому что они меня обижают, а потому что я забочусь о климате и чистоте своего сообщества. В желчи можете захлебнуться в любом другом сообществе, но не тут. Спасибо. А теперь к делу. Думаю, что все прекрасно знают, как выбить этот револьвер. Но на всякий случай, вам нужно забрать у Шакса вот такой красный билет. Выполнять задание с него, потом получить 2100 очков в плейлисте состязательной игры и, собственно, забрать револьвер. В чем главная проблема? В кривых руках? В тебе? Не. Так тебе ответит человек-школьник на стероидах, который из Гарнила не выходит. Основной же проблемой тут встает вопрос подбора игроков и ошибок, которые присущи всему Гарнилу в Destiny 2. Просто когда ты играешь в состязалки, каждый косяк системы PvP в Destiny, на которой ты обычно закрываешь глаза в быстрых играх, тут он встает ребром и является критичным. Вылет из матчей тебя или союзника, это то, что не может не взорвать пукло. Особенно, когда у тебя винстрик из 4-5 игр и еще эта табличка с Шаксом, как издевка. Да, для многих игроков найти команду тяжко, а в соло играть, ну это прям такое себе, я вам скажу. Вот, например, сыграл в соло матч. Просрал, естественно, но посмотрите на стату. Я со своим далеко не киберспортивным уровнем, по сути, сделал все, чтобы вытащить игру, но не смог. В итоге, чуваки, играющие против меня, написали мне в ЛС, кинули в френд запрос, типа, гг чел, го с нами. Но в целом опыт, конечно, так себе. Но самое главное, то, что игре насрать, какой у тебя рейтинг. Играешь ты в соло или в тиме, она тупо может подкинуть стак из 4-х, у всех уже будет по рейтингу выше 3000, и они все с луной, против которой ты со своей верой или пиковым тузом просто отхватишь на раз, два, три, и это полный трэш. Систему матчмейкинга нужно докручивать. Нельзя соло игроков цеплять на пачку, как и нельзя новичков цеплять на опытных в компетах. Не верю, что это стоит титанических усилий в переписывании кода, так что, банджи, камон, хватит заставлять людей страдать. Ну и в целом же, эмоции этот процесс подарил просто вагон. И позитивных, и негативных. Я проигрывал, я бесился, я в ярости вырубал консоль, я орал на себя, на тиммейтов, на противников, но радовался за победу, за камбэки, за клевые клатчи, за награды и так далее. Ну и наконец, когда получаешь награду, да, выдыхаешь с облегчением. Если, конечно, не собираешься фармить 5 косарей рейтинга для получения еще одного револьвера, but not forgotten. Но я, честно говоря, даже рыпаться не буду, по крайней мере до тех пор, пока в сутках все еще по 24 часа. Да и не то, чтобы стоило на того. Сравнение на ютубе есть, в комментах оставлю ссылку на видео со сравнением. Если кто-то из зрителей уже выбил, пишите в личные сообщения мне. Буду рад сделать материал с вашего аккаунта, например. После получения, наконец, вы становитесь обладателем лучшего пвп-револьвера в игре, к которому, однако, тоже нужно привыкнуть. Я, например, офигевал от почти полного отсутствия отдачи. Это как бы круто, и это, собственно, то, чем револьвер заслуживает внимания, чуть ли не в первую очередь. Но руки упорно продолжают контрить отдачу, как при стрельбе с верой или пикового туза. Джонни, у меня уже есть хорошая вера из гамбита, есть пиковый туз. Нахер мне эта луна, мои пушки лучше. Окей, если ты так считаешь... Держись там. Я, когда играл в состязалки с верой, дико разрывался от того, что, выходя один в один против врага с луной, он перестреливал меня в 90% случаев, если попадал по мне. Мне с той же скорострельностью для убийства нужно 4 выстрела, ему достаточно 3, а то и вообще 2, если перк великолепный вой активен. Так что, сори, друг, но вера или меньше изол или туз будет проигрывать. Ну так стоит ли револьвер этих усилий? Хотел я сделать это видео ответом на этот вопрос, но однозначного ответа все же дать не могу. Вы просто либо получаете его, если у вас есть хороший опыт игры в гарниле, или хорошая команда, либо довольствуйтесь тем, что есть. Если вот прям никак не клеится, поднять рейтинг выше 1200-1300 никак не выходит, не мучайте себя, не надо. Скорее всего, вам и потом покажется, что оно того не стоило. Но есть еще вопрос, который у многих в мыслях засел, я знаю. Зачем ПВП игрокам, которые и без того круто играют, давать ствол еще круче? Да, с одной стороны я понимаю, о чем вы негодование, но с другой, это соизмеримая награда за потраченные нервы и время. Для них Кэнон того стоит. Примерно такой же награды я жду в испытаниях 9 в 4 сезоне, когда они вернутся. Так и должно быть. Если ты со своей командой справился с самым жестким испытанием в ПВП, ты должен быть награжден чем-то, что ты не уберешь в хранилище сразу же. Это должна быть броня с полезными именно в ПВП перками, эксклюзивными. Или оружие, которое будет работать в Гарниле, лучше остальных легендарок, даже гадрольных может быть. Так и поднимается ценность ивента, и ходить в эти самые испытания станут больше игроков. Вспомните Доктрин оф Пессинг из первой части. Сколько игроков мечтало о ней. Закрыв глаза, открывали сундук на Меркурии, потому что это означало победу. Ты завершил испытание, ты получил то, что заслужил. Сейчас испытаний нет, и этот квест на лунный вой своего рода замена ему. Все последовательно, я бы сказал. В общем, это мои личные впечатления, мои замечания и все такое. Вы можете быть с ними согласны, может не согласны. Все окей. Я буду рад почитать, что думаете в комментариях, но повторю, любые оскорбления и токсичность буду удалять. Deal with it. Ну а тебе, мой дорогой друг, если нравится то, что я делаю, подпишись на канал, поставь лайк под видео, а если уже подписан, обрати внимание на возможность спонсорской подписки, как на Твиче, ты мне подписку за символическую сумму, а я взамен тебе эксклюзивные конкурсы, бейджи, набор стикеров, и закрытые игры, где мы вместе с тобой сможем пробежать какие-то задания, или в матче, и пообщаться, ответить на вопросы. В общем, так или иначе, спасибо за просмотр, и до связи в следующих роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok